МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 3 марта сего года Ереванскую школу имени Александра Сергеевича Пушкина посетил генеральный директор Московского культурно-делового центра Дом Москвы в Ереване Карапетян Ваграм Варткесович. Цель визита заключалась в том, что по инициативе Московского культурно-делового центра Дом Москвы в Ереване и при поддержке Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Ереванская основная школа номер 8 имени Александра Сергеевича Пушкина получила в подарок методическую литературу и учебники по русскому языку и литературе. Книги были предоставлены издательством ДАР, которое является оператором по поставке литературы по русскому языку, истории и культуре России по линии правительства Москвы. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Напомним, что в сентябре 2022 года в библиотеке школы имени Пушкина при поддержке Дома Москвы в Ереване был открыт уголок Москвы, где представлена интересная и познавательная литература, посвященная истории и современному облику российской столицы. В свою очередь ученики 4-го класса школы под руководством педагога русского языка и литературы, классного руководителя Карине Аасейны Лалаян, представили композицию, посвященную Александру Сергеевичу Пушкину и его няне Алине Родионовне. В 1796 году Надежда усыпалась на Ганнибал. Внучка Альбом Ганнибалу венчалась за отцом, поэтому Сергей Флобичев Пушкин. Венчались они в том же церкви, где 15 лет назад венчалась Алина Родионовна. Через год у них родилась первая дочь Ольга, и Алина Родионовна вся их ней няня. До тех пор вся жизнь Алины Родионовны и Яковлевны Матвеевы была связана с жизнью и судьбой Пушкин. Описание внешности Алины Родионовны не сохранилось, кроме кратных сведений в рассказе про скоби Александровны Осиповой. Это была старушка чрезвычайно почтенная, лицом полная вся седая. Хорошо известен для легких портрет Алины Родионовны, работа мастера Якова Серякова, «Редьба по кости», хранящаяся в Государственном музее Александра Сергеевича Пушкина, в мастер-напречистенке. На полях рабочих тетради Александра Сергеевича были обнаружены два профильных портрета. Сначала нарисована голова старушки в погоннике, а рядом с ней поясный портрет, девушка в сарафане с косой и повязкой на голове. Съеба нежелая няня, либо Фобина, либо Захарина, либо Михайловский. И да, и все было простое, русско-деревенское и уютное. В столице и лапах, и в красных клубах, светлый стол, покрытый домокладной скатеркой, вжащей в леденок. На комоте заветный ларец няне, циклицу няне к уши не приходил, когда ему было особенно одиноко. Он жил туда, доходи послушать все чудесные сказки. Как птичка-синечка за морем жила, за морем жила, дофима поливала. Няне, что разложи мне сказку. Сказку рассказать? Ну что же, слушай, вот что чудо. У моря лукоморья дуб, а на том дугу золотые цепи, и по тем спям ходит кот. Вверх идет сказки, сказок, вниз идет песни поет. У лукоморья дуб зелен, золотая цепь на дубе дом. И днем, и ночью кот ученый заходит коспи-дуб. Идет на право песни заводит, налево сказку говорит. Там чудеса, там леща пройдет, в русалка на ледвях сидит. Там на неведомых дорожках следы неведомых зверей. Эта чудесная русская женщина не была обучена грамоте. Ее руки были привычны к перетену, а не к перу. Это была старушка бедная, с богатой душой, первая будто поэтом. На песнице волшебной старины. В руках мигальной спицы трясется голова, и вьюзели в лице волшебные слова. Прореживая тиху, про батрака в аду, про золотую рыбу, про кузнеца в аду. Зардилось в зале лето, чем меньше шит травой, простейки тех поэта, скучавая головой. Мамушка, пойдем на уксан, там так хорошо, ребята, поют и играют. Пойдемте, батюшка Александр Сергеевич. Алина Родионовна, расскажи вам новую сказку. Да теперь уже поздно, пора домой отдыхать. Ложи спать, Александр Сергеевич, а я помолюсь. Молилась Алина всегда своими словами, вкладывая в них всю душу. Ты, Боже, поделил мир на господа крепостных. Нам положено применоваться господам своим, а мои господа люди добрые, благородные, и жаловаться на них нечего. Боже, будь добр к ним, дай им всякого счастья. И еще молю тебя, побереги моих дедов, которые тоже живут с хорошими людьми, но все же без матери. Дай Бог им здоровья и их воспитательницам. Прости меня грешно. А кто ей не сильный внук? Дитя господское, и все же Айна чула. Почу, Герой был на свете всех дороже, все любитишки хороши. Дай Бог им крепкого здоровья, во всех не чаяла души. Но этот был ее любовью, и не к нему ли всякую ночь, Айна шла со сказкой, складной, и не спад, а сказок был охоч, ее питомец наглядный. Что сказки, Гмин Саладин, сказал детям для старостных, малолетний господин, видел в них более чем сказки. Азорко, око, чуткий слух, незря данный ему природой. Он понимал, там русский дух, там Русью пахнет и свободой. Хоть до свободы путь далек, но сказки и правду говорили. И добрый молодцу намек уже звучал в устах Арины. Сама не ведая о том, она урок ему давала. Простым крестьянским языком саму Россию диктовала. Арина Родионовна надолго расслабилась с Барикой Пушкиным, когда его унесли в 1811 году в Петербурге и определили в Коскосельский лицей. Время от времени они встречались, после этого короткий Петербургский период через Пушкина. Потом его сослали в юге. Я видел с Александром Сергеевичем в течение четырех лет. Близ мягко до Михайловского ссылки парня. В Михайловской Пушкин жил вместе своей дядей в большом домике. В этот обед в Пулачевке Пушкин создавал свои гениальные произведения. Отсюда он писал к друзьям. Ты знаешь, ли мои занятия до обеда пишу записки, обедую поздно. После обеда езжу пирком, вечером слушаю сказки моей няни. Что за прелесть эти сказки, каждая есть поэма. Ты писала ноября 1824 года в своем выборе любого пользования моих друзей. Уединение мое завершено, правда торжественно. Соседей около меня мало, каждый день верхом. Вечером слушаю сказки моей няни, оригинала няни Татьяны. Она единственная моя подруга, и с ней только мне не скучно. Пушкин записала по Михайловскому со слов няни всем сказок. Одна из них послужила материалом для сказки о царе Солтене. Другая для сказки о папе его работники Бонте. Третья для сказки о мертвой царевне и о сне богатыря. Одну запись Пушкин передал поэту Василию Андреевичу Жукосну, который использовал ее для сказки о царе Бериде. Мастерица 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 Ведь была И откуда Все права И куды Разумные Шутки Приговорки Прибаутки Не боится Болит Православный Старин Слушает Как душе Отгранно И не ел бы И не пил Все послушал И сидел Кто придумал На столе Город И кружка За окном И тень И идет Тихо Русская Старушка Песню Пушкину Поет Сколько раз Уж песню Эту Довелось И не слыхать Почему Лица Поэта За ладони Не видать Почему Глаза Упрячет И очи Режет Свет Почему Когда Мальчик Плачет Песню Слушая Поэт На Опущенных Лесницах Видны Слезы Почему Жаль Теница Жаль Девицы Или Жаль Себя Ему Нет Иная Эта Жалость Как Боли У него Жаль На Белых Этих Молодец Ублизких Одных Жаль Собой Жаль Сил Слышит И Белиз Сих Песни Жаль Я На Город Слезы Прочек Как Дитя Пулем Блоем Небо Крой Фих Снеж Неж Друзья То Как Дверь Амазовать То Заплачет Дитя То Как Роли Отвешали Друг Солом Зашумит То Как Путник Запоздали Нам Окошко Затучит Наша Беда Твоя Латчушка И печаль И темна Что же Ты Моя Старушка Прямок Ладно Или Будет Зарывание Моя Друга Томлина Или Дрянешь Подружание Своего Белетина Выпьем Добрая Подружка Пятой Юности Молей Выпьем Скоря Где же Кружка Сердце Будет Веселей Свою Мне Песню Как Синица Тихо Замблем Жила Свою Мне Песню Как Девица За водой Поутру Шла Будем Молей Небо Кроет Вихри Снежная Путя То Как Зведь Она Завоет То Заплачет Как Дитя Выпьем Добрая Подружка Бедной Юности Моей Выпьем Голи Где же Кружка Сердце Будет Веселей Когда Языков Собрался Уезжать Алина Родионовна Подарила Ему Шкатунку С надписями Сделан Все Ящик В 1826 Года Июля 15 Дня Обошли Прикипем На Глигу Из бумаги Для Черного Дня Долгий Путь Проделала Шкатунка Алина Родионовна От одного Поколения К другому Передавалась Она Как Драгоценная Реликвия Была Напоминающая Дрюжбе Языков С Великим И Поэтом И Сего Ням И Сам Пушкин Уезжает С Михайловского Восклуб В Оргуте И пишет В 1826 Годом Подруга Дней Моих Суровых Колумб Кадрях Одна Кушили Соб Соснов Давно Давно Ты ждешь Меня Ты Подокном Своих Светрец Горюешь В полтора Часа Немедленно От Минутных Спицы В твоих Раборщенных Ругах Глядишь Забытые Вороты На черно Отдаленный Путь Тоска Причувствует Заботой Тесня Твою Сейчас Грудь Я Весторно Догадался Об этом Он Писал Пушкин Душа Моя Меня Пугает Положение Твоей Нялю Как Она Перенесла Совсем Неожиданную Разлоку С тобой В начале Ноября 1211 Году Пушкин Става Писал Безмин Как Уль Бит Разлоку Хас А Твою Писал Праздник Знаю Ты знаешь Что Девушка Чувствительна Внутрящем Моей Дворни Моей Няне Ей Бог Приятней Сво Сердце Черт Слава Няня Моя Уморительна Вообрази Что Семидесяти Лет Она Уучила Новую Молитву Умиление Серка Владыки И Угрожение Его Духа Молитвы Вероятно Сочиненной Белестаре Иване Не трудно догадаться Чего сердце Хотелось Умилить Алине Родионовне Чувствия Бастюказ Она Молила Самодержница О милости К обозрюкнему Душе Ее Александру Сергеевичу Он Пуле Остроган И полный Благодарности Может быть Анна Петровна Керни Сторож Переувеличивал Когда Отмечал Что Парень Никого Истинно Не любил Кроме Няней И сестры После Отъезда Из Михайлского В 1857 Году Пушкин Парча Письма От нянек Написан Парча 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 Когда Ольга Сергеевна Пушкина в замужестве Павличева сестра поэтом выходила замуж, как хозяйку дома и доброго духа семейства Пушкина, она взяла к себе из деревни Алину Родионовну. В доме Павличевых недолго болвалев, не о ней умерла. 31 июля 1828 года была она похоронена на Смолярском кладбище. На перстнице волшебной старины, друг вне, и грех, и печаль. Тебя я узнал, подни мои весны, поднил те весна первоначально. Я ждал тебя в вечерней тишине. Являлась ты веселой старушкой, и надо носить дело в шушуне. В больших очках все резвою перемушкой ты детскую гайчая колыбель, моё носу на пену пленила, и меж телень оставила сверень, которую сама заворожила. От добрых, что до самой могилы этот местателем разговаривали на файл. Рекрасы позитивных гусарских пирог и великоспельских гостиных. Название, при том, как любили его многие называть, не стыдился всенародно в чудных стихах, и исповедовал свою нежную привязанность, нигматики. Это было бы еще и странно, потому что многие поэты так делали. Ах, мамушки, княня, из глубоко истинной благодарности преджесли свою первоначальную музу. Так вот, кто первая вдохновительница, первая муза этого великого поэта, это няня. Это русская простая деревенская баба. Придорка крутит матери земли, жар на её рассказах, милого общества, ростовой, народной речи и духа. Да будет же ей няня, вечно благодарная память. Писал Иван Сергеевич Аксаков. Какая питавшая славница, с этой, какие же нужны доказательства и характеристика той роли, которой секрала некрамотная Арина Роденова в жизни великого поэта. Все было мудро, предназначено судьбой, и сказки, и былины. Его сама Россия нянчила руками крепостной Арина. Светелки теплота пеинная, свеча устала, догорала, и песня русская, старинная, его младенца пеленала. Когда я в бронзе вижу пушки настоящего в плащах голова, живой олечик осторожный, навсегда мне видится с ним рядом. Трудилась Господа, не гневала, жила, как все, вставала рано, но без нее быть, может, не было бы у нас Людмилы и Русланы. Выступление, по-моему, всем понравилось, дети так старались, они выучили такие сложные тексты. И, ребята, вы молодцы, вы уже будущие настоящие пятиклассники. Это четвертый класс был. Ну, я думаю, что как раз действительно вот эти новые учебники вам помогут, чтобы вы стали более умными и больше информации уже получали. Молодцы, замечательно. Спасибо. Учите русский язык, читайте Пушкина и развивайтесь, потому что русская культура, она отухотворяет человека. И вы своим образом будете представлять не только нашу школу, так же наш город, нашу страну, а мы будем катиться вами, я в этом уверена. А сегодня я еще раз хочу поприветствовать наших гостей из дома Москвы. И сегодня у нас такой замечательный, даже можно сказать, день, потому что в очередной раз нам подарили книги, которые очень нужны сегодня школе. Русский сектор особо нуждается в русском языке и в русской литературе. Кстати, хочу отметить, что угадали с авторами, потому что именно вот эти учебники мы используем в обучении наших детей. Спасибо вам огромное. И я хочу также передать благодарность Абраму Маркесовичу, нашему уже очень хорошему другу. Итак, уважаем генеральному директору Московского ультурного целого центра «Голосмосковья» и Ивановичу Абраму Маркесовичу за вклад в пополнение декоратичного фонда школы. Спасибо огромное. Спасибо огромное. Уважаемая Наталья Галимовна, уважаемые детишки, как говорится, учителя. Во-первых, перед тем, как я начну речь свою, огромное спасибо вам. Но четвертый класс, они, наверное, просто, говорю, аж душа прям разрывается, насколько прекрасно были профессиональные стихи, то есть насколько совершенно речь русская, то есть не отпустить, что это армянские дети, да, то есть насколько без акцента, что, я думаю, в России, наверное, так тоже по-русски не говорят. Одним словом, вам огромное спасибо. И сегодня вот директор школы сказал вам, что вам надо самую лучшую оценку поставить. Я думаю, вы постоянно ее и получаете без каких-либо привилегий, без каких-либо таких жестов, потому что вы все очень хорошо учитесь и по лицам, и по вашей подготовке, как вы подготовились к сегодняшнему мероприятию. Это было просто великое. Спасибо вам большое поклоны. Конечно, хотелось бы сказать, что действительно сегодня вопрос учебников стоит на повестке дня, и сегодня большинство школ русского сектора, армянских школ, нуждается в учебниках на русском языке. Мы стараемся, в свою очередь, оказывать содействие в пополнении этого фонда, и шаг за шагом мы передаем учебники школам Армении. И сегодня тот день, когда мы очень рады от имени правительства Москвы, от имени департамента внешнекомерно-межнародных связей города Москвы, и осуществил эту покупку для нас компания, да, по нашей инициативе это все было отправлено на письмо. И сегодня мы вручаем часть учебников, потому что мы хотели много, ну, как получилось, да, учебников, которые сегодня мы вручаем. Хочу сказать, что школа, куда мы приходим к вам, на Таргарина, она нам очень родная, потому что мы здесь получаем огромное, такое духовное, культурное наслаждение, что тяжело он пришел и тяжело отсюда уже уходить, потому что школа очень теплая, которая манит к себе, говорит, иди, 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 иди И, конечно, этот год, как мы все знаем, является годом русского языка, языка как междунационального общения в странах СНГ. А у вас сама школа, названная в честь Пушкина, и вообще русский язык, как говорят, это русский язык-пушкин. Поэтому у вас это СНГ будет быть, как говорится, флагманом проведения этих мероприятий. Тем более, вот, пожалуйста, результат, как сегодня детишки в совершенстве говорили на русском языке, тому доказывает сама ситуация. Поэтому огромное спасибо, и мы уверены, что пополнение фонда станет еще улучшением качества образования. Спасибо вам огромное. И детишки еще раз вам спасибо за ваше прекрасное-прекрасное выступление. Очередной раз вы доказали, что вы просто супер. Спасибо. В тот же день в школе гостила известная шахматистка, чемпионка Европы в возрастной группе до 18 лет, международный мастер Сона Асатриан, которая провела сеанс одновременной игры между 27 победителями ежегодного школьного шахматного турнира, в котором принимали участие более 100 учеников от 2-го до 9-го классов. Перед началом игры директор школы Наталья Гарьевна Степанян вручила дипломы финалистам турнира. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА